Доброе утро, дорогие мои! С вами Народный Батюшка, вы в приюте ангелов. Мы в стюре начинаем новый день с не очень приятной темы. И поэтому те, кто немножечко брезгливый, можете этот ролик не смотреть. А все остальные обсуждаем тему облизывайте лжицу во время причастия или нет. И начну я с комментариев под роликом «Лжица не Христос». Я его так назвал, чтобы все-таки отделили люди лжицу от святаго причастия, от тела и крови Христовой. Потому что, ну, если вы считаете, что они каким-то образом помогают, то лжица никакого отношения к телу и крови Христовой не имеет. Поэтому ее смысла нет ни облизывать, ни откусывать. Но, тем не менее, читаю комментарий под этим роликом. Лада Смирный его написала. «Возможно, потому что меня вечно заражает в церкви, прихожане, и мне это крайне надоело уже». Вот комментарий одного человека. И я могу сказать, братья, священники, вы что делаете? Как так можно на элементарной, на простой вещи такое неприязненное отношение к церкви заработать? Причем это не первый комментарий. Там были еще комментарии, что у нас обязательно все облизывают прямо, обсасывают ложечку, потому что надо все забрать. А одна написала, что у нас священник сначала прижмет, лжится сильно к языку, и только после этого ее переворачивает. И у меня, вы знаете, я не знал, что есть такая проблема. То есть, вот как-то вообще я предполагал, что неприятно, когда облизывают, больше того, сам попадал. То есть, я приезжал, например, в какой-то храм, а там вот такое происходит. И, честно говоря, самому тоже было немножечко неприятно. Но преимущество-то мужчины в чем? Они стоят спереди. Тем более, я как священник вообще должен первый причащаться. И поэтому меня те, кто на моей стороне священники причащают в алтаре, как и положено. Ну, а тех, кого я не хочу смущать, я встаю среди прихожан и причащаюсь впереди. Иногда прямо подзовут, что давай первый. Но после-то я вижу, как вот такое облизывание бывает, но я никогда не задумывался. Потому что после причастия отходишь, довольный. Чего? О чем уж тут разговоры? Какие могут быть осуждения? Ну, вот сейчас я прямо вот очень сильно задумался. Это ж сколько, получается, людей остались в недовольстве от причастия или в страхе подошли к причастию? Или с неприязнью его приняли? Вот он берет, а тут вместо запаха вина и благодати запах чужой слюны. Я так представляю, что да, это, конечно, наверное, неприятно. Но понятно, что в этом вопросе много сложностей. Для прихожан я скажу так, что, конечно, священник все время находится под неким страхом, что тело и кровь Христовы упадут со лжицы. И это тогда, в общем-то, большая проблема. Если они попали на плат, это еще одно. Плат сжигается там и, значит, это несложно утилизировать. Но если они, например, попали на одежду того, кто причащается, то из одежды надо вырезать кусок. Или если много там попало, то нужно одежду всю уничтожать. Вот это так по правилам. Если падает на пол, на полу с пола поднимает либо священник, либо диакон языком. То есть он должен высосать это место на полу. Поэтому на полу никогда не должно быть ковров. Меня много раз, мои прихожанки для украшения, пытались на амвоне расстелить ковры, подходить ковры. Вот такие, но тот, кто постелил, тот либо надеется, что ничего не произойдет, либо он все-таки не понимает, что если упадет, то что с этим? Ковер сжигается. Нет, можно вырезать из него дырку там, например, каким-то образом тоже ее, эту часть ковра сжечь. Но иногда бывают очень серьезные такие проливания. Мы служили с епископом Ивановским, с новым, Иосифом Македоновым. Первая такая вот архиерейская служба. А он же маленький, такой вот, росточка такой. И когда он сел у престола всех причащать, вот тут надо вставать на колени. И еще и как-то так вот принижаться, потому что... И один священник, поднимаясь, прямо ударил чашу, а чаша была на 2 или 3 литра такая бы, и розлил все. Священник сразу лишили сана, ему сказали, раздевайся, ты больше не священник. И здесь, конечно, вот эти все ковры, все эти, ну, как минимум скатали. Я не знаю, что уж с ними сделали, их надо было уничтожать. Но вот такая большая проблема. Поэтому каждый, кто подходит к чаше, должен быть очень осторожен. Для этого стоят здесь параэксихиархи или диакон, помогают причащаться, помогают, значит, установить себя так, как полагается, чтобы принять святые дары. И поэтому здесь все соучаствуют в этом. Плат правильно кладется. И иногда, знаете, попадаются такие сопротивляющие, с которым вроде стараются плат помощники поглубже хорошенечко положить. А они тут начинают сопротивляться. Скот, ну что ты хвостом своим все бьешь и бьешь меня? Повернись вот так. По микрофону бьет. Вот. Поэтому это такое общее должно быть соучастие. Но. Дальше что у нас? Вот какой смысл в облизывании лжицы? Есть ли вам какой-то смысл вот причастнику прямо вот ее обсосать? Я вам скажу, что никакого смысла нет. Потому что от количества полученных даров никак не меняется ваше отношение с Господом. Мы уже с вами читали Максима Исповедника, который четко объяснил, что войдет ровно столько Духа, сколько в вас там доброго, благодатного, святого. Вообще святая святым. То есть каждый человек должен, чтобы полностью быть, как говорится, охваченный Господом. А ведь не только тело и кровь. Здесь воссоединение идет тело, крови и Духа. И как Христос двухипостасный, вот весь Бог в вас и входит. Но Максим Исповедник пишет, во-первых, по вере, насколько вы поверили, что в вас вошел Бог. А во-вторых, насколько в вас уже есть благодатный даров или благодатного пространства, души, столько Бога и войдет. И если вы пришли не со своей святостью, объединить ее с божественной святостью, а со своим грехом, думая, что сейчас Бог зайдет, то вы, знаете, вы как будто тряпкой пытаетесь Богом вытереть свою грязь, или как лекарством залечить свои болячки, в том числе и греховные. И это совсем не то, что вы хотели бы получить. Я в следующем ролике расскажу о том, как страшно на самом деле причащаться и что с этого будет. И здесь, что же здесь? Ваше соучастие правильное, оно, конечно, важно и полезно. Больше того, если вы грамотный, то вы сами можете вот так выставить свой рот для потребления, так, чтобы священник понял, что не надо туда что сделать, не надо туда. А вот, глядите, получается, что здесь этот способ причащения, что вот когда ложку облизывают, можно назвать облиз, то есть на тебе, священник, так засовывает, что на еще оближи. Вот это способ самый неприемлемый, на мой взгляд, потому что таким образом еще и оскверняется лжица чужим, значит, губами и чужим телом. Это раз. Второй способ, который мы как бы здесь видим, это занос. То есть заносит священник в рот святые дара. Помните, я вам говорил, там одна рассказывает, что еще и прижимает сильно к языку и только тогда переворачивает. Ну вот, можно занос это назвать. Я не знаю, почему он так делает. Зачем? Может, у него руки, правда, дрожат. Он боится, не прижав, переворачивать. Это может быть. Либо больной человек, либо как-то. В общем, у него такие эти могут быть проблемы. Но в другом случае это никак не оправдано. Больше того, это нигде не рекомендовано такой. Занос, как в правилах, нигде не установлено. Честно говоря, у нас вообще ничего толком в этом не установлено. Хотя есть описание, что должен подойти, открыть рот и так далее. Но если мы с вами наследники греческой церкви, и мы знаем, что нам греки принесли и все это, то в Греции просто конкретно установлено. Там способ преподания святых даров называется заброс. Заброс. То есть человек подготавливается, все как нужно, рот открывает, все платы здесь есть, и забрасывает сверху священник, не касаясь губ и не касаясь языка. Потому что при касании это считается осквернением. Осквернение. Я уж не знаю, установлено ли у них после этого переосвящения, там лжицы или сосудов. Но, тем не менее, это вот так. Поэтому, братья, я к священникам, отцы, ну, возьмите пример греческой церкви, освойте заброс. Если не можете сразу, ну, порепетируйте на водичке там с хлебушком или еще что-то как-то, ну, надо эту проблему решить. А то, получается, столько народа отвращается из-за ерунды, то, что может быть. Нет, я понимаю, что там есть такие некоторые священники, они как садисты их можно. Вот вы придите, даже если умрете. Вот вы... То есть, им кажется такое впечатление, что чем они хуже сделают причастнику, и он это все вытерпит, то это лучше. Но я не думаю, что общение с Богом нужно специально обставлять вот какими-то трудностями, проблемами, терпеж какой-то тут устраивать. Люди уже пришли в церковь. Это уже терпение, вера и их усилие, они это сделали. Чего же здесь на последнем этапе расставлять старушек, которые ругаются, и устраивать им вот такие, можно сказать, испытания. Все равно тебе убирать. Давай, причащайся. Так что, все на самом деле от отца, который причащает, зависит. И я могу только опять одно порекомендовать. Если вы видите, что у него такая проблема, вот он так причащает, то поимейте в виду, это неправильно. Это он нарушает. Почему он так делает, я не знаю. Может, он и не учился никогда причащать так вот. Либо он специально так оскверняет святые дары и специально такие устраивает это, что, в общем-то, не должно быть при подаче святых даров. Уходите от такого. Просто не ходите. То, что вы пропустите там какое-то время или еще что-то, сроки причащения, я вам сейчас в следующем ролике об этом расскажу. Что от этого у вас будет. А так, вот, а что, больше нет никакой рекомендации. Либо батюшке сделайте замечание, что батюшка, только не касайтесь. Или поставьте меня вперед, ему скажите. Поставьте меня вперед, чтобы не облизывали передо мной. Ничего страшного не будет. Если он вас за это лишит причастия или каким-то образом, то, извините, уж точно надо из этого храма будет. Уходить, иначе вы с ним никакому Царству Небесному не доберетесь. Все, спасибо за внимание. Вот такая не очень приятная тема, но она решаемая. Решаемая. Но надо всем к этому тщательно и правильно подойти. Здоровья во всем, радости, радостного причастия. Все в храме должно привести к тому, что вместе с причастием человек получает радость. Потому что единственный показатель, что причастие было принято правильно, это радость в человеке. И если к этой радости его не подвели и не помогли ему получить этой радости, то, извините, зачем вы в этом храме все служите? Здоровья всем, радости и радостного причастия. Аминь.